Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Айурведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 18 августа, воскресенье, и я приветствую вас на канале Айурведа. Итак, почти что близится к концу лета, заканчивается дачный сезон. Август месяц, конец августа, последний месяц лето, август. И это месяц, когда мы подводим какие-то итоги, когда мы собираем какой-то урожай, когда мы делаем уже заготовки на зиму и готовимся уже к зимовке. Но каждый готовится по-разному к зимовке, да, это зависит от ситуации, от наших обстоятельств, от нашего положения, да, от наших желаний каких-то. Если мы, например, кто-то готовится к поездке, например, на море, да, кто-то бархатный сезон, да, впереди, кто-то готовится к поездке на море, кто-то готовится к путешествию какое-то, да, к длительной поездке, к какой-то путешествии, да, на зимовку, едет в дальние края до следующего дачного сезона. Кто-то остаётся здесь зимовать и делает заготовки на зиму, закрутки, да, закрывает банки, замораживает что-то на зиму, готовит свой огород к зимовке, да, убирается здесь, навозит порядок, собирает урожай какой-то, собирает траву, сорняки какие-то, да, что-то может быть. Сейчас, вот, кстати, сезон Антоновки, и я обычно прихожу всегда на огород и начинаю обход территории, смотрю, собираю яблоки Антоновка, опавшие. И Антоновка, конечно, это зимний такой сорт яблок, и мне говорят, зачем ты собираешь опавшие яблоки, когда ещё это зимний сорт, и яблоки будут только к сентябрю, к октябрю месяцу, вот, а я говорю, что мне жалко эти яблоки, да, я их всегда собираю, даже если они чёрные, гнилые, я всё равно собираю, я их обрезаю, я знаю, что с ними делать, да, можно приготовить из этих яблок компот, квас, чатни можно приготовить, можно приготовить заправку, да, для ваших каких-то первых, вторых блюд, для макарон, для картошки, можно сделать заморозку, да, например, сварить компот и эту мякоть, которая у вас осталась, жижа, да, добавить в неё соль, положить, разложить по пакетам и убрать в холодильник, заморозку, вот, это будет зимой, да, прекрасная заправка, например, да, для ваших каких-то первых, вторых блюд вместо лимонного сока, да, вместо яблочного уксуса, вот, то есть много вариантов, что можно сделать вот из этой неспелой антоновки из опавших яблок, вот, поэтому это, конечно, можно сказать, можно сказать, антоновка, опавшая, даже опавшая антоновка, несорванная с дерева, да, она намного вкуснее, чем вот эти яблоки, которые здесь ещё недозревшие висят на яблоне, вот, даже те, которые опадают, они намного вкуснее, намного полезнее, то есть они тоже уже созрели эти яблоки, я, например, их кушаю, каждое утро добавляю сироп, варенье из еловых шишек и поливаю этим вареньем, и очень вкусно, кстати, вот эта антоновка, мне очень нравится она, когда она, антоновка, она сама по себе кислая, но если вы добавляете какое-то варенье или мёд, да, то уже будет сладкий вкус, вот, поэтому первым делом, конечно, я прихожу сюда и собираю антоновку, вот, поэтому у каждого, у каждой хозяйки, да, у каждого человека, у каждого живого существа какие-то свои планы, какие-то, да, поэтому кто-то остаётся, кто-то уезжает, вот, кто-то собирает урожай, кто-то делает заготовки, то есть каждый занимается своим каким-то делом, вот, но я вот обычно прихожу сюда, смотрю, какая здесь ситуация, делаю обход, смотрю, конечно, что всё здесь засохло, вот, ничего не полито, на улице жарко сегодня по-летнему, и, конечно, земля сухая, вот, и много яблок валяется на земле, в общем, первым делом, конечно, нужно собрать яблоки и полить огород, полить землю, вот, я уже подготовила лейки, вот, я уже подготовила лейки, вот, и сейчас соберу яблочки в пакет, антоновку, вот, постараюсь собрать, наверное, самые крупные яблоки, ну, в принципе, они мелкие тоже пойдут, мелкие можно использовать для компота, а крупные яблоки можно использовать для еды, в пищу, вот, поэтому, значит, первым делом сейчас, конечно, нужно полить огород, потому что тут уже и капуста засохла, да, и томаты уже подсохли, и бархатцы уже, ну, хотя бархатцам не нужно сильно влаги, да, они так себя прекрасно чувствуют, цветут, вот, то есть им не нужно сильно слишком много влаги, вот, перчики, ну, перчики тоже вот уже немножко подвяли, конечно, баклажанчик здесь сушится, цветет, да, вот такой вот баклажанчик, вот, у него такой цветочек, вот, здесь вот перчик уже, вот такой вот он, огромный перец, богатырь, вот, ну, вот еще второй перчик, тоже уже почти что такой ярко, слегка оранжевый цвет приобрел, вот здесь вот третий перчик, зелененький, правда, еще, ну, вот такая вот перчинка уже сформировалась, вот такой вот формы, дальше уже томатики здесь сформировались, вот они, вот томатик здесь вот уже вот он такой, правда, еще, конечно, не цвета нет у него, ну, окраски нет, ну, вот он такой вот уже сформировавшийся, вот, томатик, ну, и здесь вот такие на переднем плане вот такие вот перчинки, вот они, вот перчинка, вот перчинка, здесь вот тоже, вот томатик тоже начинает плодоносить, уже завязался плод, вот, ну, и пойдемте посмотрим, какая здесь у нас ситуация на грядке, на грядке с морковкой, со свеклой, ну, вот такая вот уже морковочка, вот такая вот у ней ботва, то есть ботва определяет, да, насколько большой плод, вот здесь ботва, здесь морковка, здесь свекла, вот она свеклка, вот, ну, салатного листа здесь уже нет, я его весь сорвала, вот, и такой вот баклажанчик, тоже он уже зацвел, вот он, ну, конечно, неизвестно, когда он будет плодоносит, но вот цветок уже у него появился, вот, и такой, и такая вот завязь появилась с иголочками, как ежики, как ежик, вот такие вот иголочки сверху, интересная такая у него завязь, вот, ну, и кое-где уже бархатцы вырастают, улазают наружу, то, что я здесь посадила, вот они уже здесь проклевываются, вот, ну, вот такой план работы на сегодня, значит, нужно все полить и собрать Антоновку, вот, в общем-то, вот такой на сегодня план работы у меня.